Небольшая такая инсталляция. Я вот рассказывал, как такие картины надо воспринимать. Понимаете, что такое настоящее искусство? Когда вы встали с утра, выпили 200 грамм водки, и на кровати вот такое висит. И вы сказали так. Ну, как-то так, короче. Я вижу, что тут искусство монологов отточено, поэтому я как бы не выгодаю из программы. Приятно. Значит, пожалуй, начнем на такой мажорной ноте. Прочитаю то, что все уже слышали. И некоторые любят, некоторые не любят. Ну, в общем, так. Произведение поймало, в общем-то, сущность одного из моментов в моей жизни. Ну, и много кому полюбилось. Значит, даю возможность оценить. Ты такая, как девочки потечели. Великие груди и попка чимала. Отси ввошла, сухвала дверей. И матюкатись начала. Я добавил бокал вина, и вижу опа, диво, бейба, красная, моторная, что и дурная, и на сукне модно либа. От мне, думаю, лямур. Настроенный на позитив, я ввышливо сказал. Бонжур. Ну, в общем, как-то так. Начали, как всегда, с культурной вещи. Так понемногу будем декортировать. Ну, или наоборот. По-разному. Значит, тоже еще такой житейский момент. Вот как-то странно. Бывают такие вещи совершенно обыденные, а потом они перерастают в произведение. Вот тут пошел бегать, вернулся, написал стихотворение. Спуститься вверх, подняться вниз, убить в себе закон пространства, его гнилое постоянство, коварство ровный бисектрис, бисектрис, прозреть белком молочных глаз, окрепнуть силой дряблых мускул, понять, ты больше, чем гомункул, ты новых прелестей не даст. Опять, вот, собственно, недавно говорил... Получше, Ромарушку. Когда что-то вспоминаешь, люди такие 80% из на зайомых слез, ты хочешь трохи, там, поняши. Ну, функция литератора запудрить мозг, а уже потом домой приходите, разбирайте, не понимаете. Да, что это было? Что это было? Ну, конечно, как же еще. А потом, на другом книжке, про что высоко тринадцатус. Нет, ну, это... Там прям... Это как культуазная поэзия. Вы читаете, там, прекрасная дама, рыцарь и страдания рыцаря. А потом там еще какой-то религиозный контекст находится, культурный контекст находится, там, тема крестовых походов. А, смотришь, думаешь, а где? А где? Просто ферранки были синим, это я говорю. Синдром поиска скрытого смысла. От него не деться. А значит, да вот, тоже. Я поддаюсь мейнстриму иногда. Так иногда проникаюсь с такими вещами массовыми. Вот насмотрелся я ТП, ТХ и так вот написал стихотворение о Нью-Йорке. Наша жизнь слишком Нью-Йорковая. Кока-колой плещатся виски. Только станете небоскребами. Вас зовут террористы. Краткость, сестра-мутанта, да. Значит, ну, продолжим. Так тоже бывает. Вот так читают, читают, что там. А мозг, ну, не хочет настраиваться на этот лад. Ну вот никак. Так, почитают что-то пафосное, такое, заумное, ну, классическое. А мозг хочет чего-то постмодерного такого, совершенно бесшебашного. Ну и начинают то, что, в общем-то, есть в таком виде классическом, как-то переделать под постмодерн. Вот увлекался я одно время Шекспиром. Глубоко его читал. Гамлетом смотрел много постановок, много экранизаций. И решил написать о Гамлете стихотворение. Ну, слегка присыпанное под подбернером, да. Чёрные тучи нависли на здании. Гамлет тусует ночью, обдолбанный, ищет он вывихивым мирозданием. Ржёт с перепуганных стражников-клоунов. Что, идиоты, фантомов пугаетесь? Сволочь живую боялись лучше бы. Духи род метафизической пакости. Они не опасны, хоть не изучены. Так он сказал служивым, расплывшийся. В глупой улыбке кайфовой агонии вдруг добавил, будто взбесившийся. Да много вы смыслите в космогонии. Чёрные тучи нависли над Данией. Жмобской, конечно, встаёт гемонией. То есть вы понимаете, что творчество поэта иногда напоминает понос, прорвёт. Чё успел записать, ну в смысле потереть на бумагу, ну то твоё. Иначе никак не получается. Иногда бывает так, что, ну не знаю как у вас, слушаешь, слушаешь, читаешь, читаешь, не запоминается, ну не цепляет. Вот классика и хорошо, и новая и хорошо, и не новая, и вот как-то вот так вот оно всё вперемешку. И ничего не цепляет, не откладывается на подкорке. А бывает песню прислуживаешь по 10 раз, по 20 раз, по 100 раз запоминаешь. А бывает стихотворение так найдёшь и выучил внезапно для себя. Вот так бывает, да. Прочитаю не своё стихотворение, но, к сожалению, автора нигде не могу найти. Так и быть. Учил, правда, давно, лет в 8, видел тролить домохозярик. Да. Стихотворение немного наркоманское, потому что уже весна, оно про снег. У меня ещё будет два стихотворения про снег, если вы не говорите. Подожди, ещё. Помните вот этот мэн, да? Кот и совмачка, как они? Да. Вот это вот где-то там, да. Значит. В той день, как выпал первый снег, голодный заяц лёсом бегал. Аж видите, боком под каштаном лежит пів литра. Он схопил, кофты из-за два пив, и сразу снег взвалился пьяный. Тесечка бегла, то не видела. Ааа, спиртная. И ещё закуска непогана. У лапы пляшечка взяла, кофты еще перенатила, и тоже снег взвалился пьяным. А часом тут проходил Вовка. А он у сьому знает, Вовка приходит ближе, придивився. И выпить тут, и закусить. И с кем делить число мить. Кофнув. И тоже не спалился. И вдовзе причмалав медведь. А он у сьому... Вы поддержите, человеку. Спасибо. Украинский влашко. Да нет, тут проблема на з украинского. Трошки дитара разлаштувалась. А з медведем? Значит... Значит... Злойникой, Дмитрий Мансажер Пульсих, выплатил в старт. Ааа... О, ваше... В общем, да, как видите, бывает, право в от памяти. Но дело такое. Опять же, да. Все грустно. Все печально. Все тлеет. Все тлеет, да. Сделать, не знаю, прочитать что-нибудь некрасивое, что ли? Я их знавал. Они любили нектар невызревших бледей. На мате складно говорили, и с водкой жили веселей. В своих страстях, как бревна, плыли. Себя считая за людей, такие дары напольстили. И подтвердили ряд идей. Теперь то же самое, только под эстетским соусом. Он тут просто так красиво. Настраивает это понемногу. Уливаешься. Да. Порою, навидавшись быдло, прервавший резко променад, закроешься в своей квартире и домик классика достав, перелеснешь страничек пару и скажешь, будто не со зла. Какая все-таки культура в человечестве была. АПЛОДИСМЕНТЫ И на останок давай лирку. Лирку, о боже. Ну давай. Ну, сейчас. Престарелый развратник Ромео и мелкая дура Джульетта. Это жизнь. Это вам не Шекспировы сказки. Каждый хочет добра, понимания и ласки. И желательно денег. И плюс социальные гарантии. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...